Аплодисменты Спасибо журналистам, потому что если бы не солидарность журналистов, если бы не солидарность тех ребят, которые, в общем-то, так же, как я имеют несчастье заниматься писательским трудом в нашей веселейшей стране, то, в общем-то, скорее всего, этого концерта бы не было, потому что, когда руководители клуба «Плет» еще сегодня, в 12 или в час, то есть, когда ничего не было известно и все висело на волоске, причем еще и в тонком волоске, вот когда они там были и они молодцы, проявили абсолютную несгибаемость, смелость, проявили. Они предъявили все документы, они выделили все аргументы и они стояли на своих правах, вот что очень важно для нас всех, для вас, для меня, для всех. У нас есть права несвободные люди и эти права у нас не должны отнимать, в общем-то, какие-то они получат наши права. Значит, но для того, чтобы это было так, вы должны эти права знать и за них очень крепко держаться и уверенно говорить, вот мы имеем право, мы не твари. Это рожащие, в общем, как известно, ну известно, чем это у Достоевского закончилось, но у нас сегодня все закончится очень и очень хорошо. И я хотел бы сказать еще отдельное спасибо своему коллеге, до некоторой степени даже, может быть, своему воспитаннику, хотя он это и не помнит, но в общем, в тусовку как-то я его вводил в середине 80-х годов, Артуру Гаспаряну из газеты «Московский комсомолец». Потому что если бы, если бы не сегодняшняя вся вот эта вот полоса последняя московского комсомольца, где было со мной интервью, где было четко сказано, несмотря на всевозможные препятствия концерт все равно состоится, вот если бы нет скромной фразы, очень может быть, что вы бы стояли бы сейчас или сидели совсем в других местах. Так что, Артур, ты молодчина. И это на самом деле очень ценно. Вот эта вот солидарность, это очень важно. Это очень важно, потому что совсем мы забыли про это слово. То есть есть политическое движение, еще больше было. Но, как сказал отец Андрей, абсолютно точно оказался примерно то же самое, что сказал он. Что если мы не будем стоять друг за другом, то, в общем-то, нас и поодиночке, и попарно, и, в общем, по-разному растребляют и сделают из нас какое-то кулинарное блюдо. Значит, так что Артур, на самом деле, он не рок-фэн. Ему нравится другая музыка, ему нравится там всякий глэм, какой-то конкурс Евровидения и так далее. То есть у него веселые вкусы, у меня четко более серьезные вкусы, но тем не менее, несмотря на все это, он сделал, то есть он один из тех, кто сделает концерт возможным. Ну, а теперь я хотел бы спеть с ансамблем от Звуки Мо. Когда-то этот ансамбль назывался Звуки Мо, у него был другой солист. Да, в общем-то, и сейчас я только что-то редко стал с этим ансамблем петь, потому что, когда с ним поешь, то приходится и выпивать тоже, у меня же нет силы больше это делать. Я спою одну нежную-нежную песенку. В принципе, у автора этой песни, и автора, собственно говоря, всего репертуара Звук Мо Петра Мамонова, у него очень много дурацких песен, но эти песни можно каким-то образом трактовать. То есть, вот как у всех таких мутных авторов, можно в песнях находить много всего такого, чего, может быть, автор и не вкладывал никогда в жизнь. Сейчас, прошу прощения. Телефон тревожит так. Это, по-моему, радио. Скунду. Миш, я прямо вот на сцене сейчас буду петь песню. Давай, давай, человек, петь. Так вот, я вот думал, я вот думал, каким образом можно проинтерпретировать в духе текущих событий вот эту песню. И, в общем-то, я ее не придумал. Потому что эта песня про любовь, секс, одиночество. В общем, это, как бывает, человеку нехорошо по ночам. В принципе, можно, конечно, что-нибудь такое изобразить метафорически и сравнить это с нами со всеми. С Российской Федерацией, с чем-то еще. Но я думаю, что на самом деле, все мы тут люди нормальные. И совершенно не обязательно нам мочить себя и друг друга какими-то политическими алюзиями. Лучше думать о себе, о своей жизни, о своих душе, о своих близких, женщинах, детях, мужчинах и так далее. Вот примерно такая эта песенка.